посмотрите как плазма реагирует на приближение магнита в чем суть происходящих здесь процессов перед нами установка для исследования плазмы пока магнитного поля нет заряженные частицы плазмы электроны и ионы движутся хаотично сталкиваясь между собой но вот появилось однородное магнитное поле и движение частиц стало вихревым как это произошло скорость этого электрона направлена поперек магнитного поля на него действует сила лоренца перпендикулярной скорости и магнитной индукции поэтому движение частицы происходит по окружности положительный ион движется также по окружности но в противоположном направлении если скорость заряженной частицы не перпендикулярна линиям индукции ее можно разложить на поперечную и продольную составляющие частицы описывает винтовую линию в этой установке стеклянная трубка помещена внутрь соленоида если через соленоид пропустить ток то внутри трубки создается практически однородное магнитное поле частицы обращаются вокруг линии индукции и перестают соударяться со стенками но частицы могут выходить из конца трубки а если сделать так плазма бежит по кольцу это троидальная установка в ней удается получить плазму очень высокой температуры к сожалению время существования горячей плазмы пока еще невелико полагают что получение устойчивой высокой температурной плазмы ключ к управляемой термоядерной реакции которая может стать практически неисчерпаемым источником энергии особенности поведения плазмы в магнитном поле объясняют многие явления в природе эти грандиозные взрывы на солнце по-видимому являются результатом быстрого сжатия плазмы сильными магнитными полями а в чем секрет полярного сияния корпускулярное излучение солнца содержащие протоны и электроны попадает в магнитное поле земли здесь частицы дрейфуют вдоль линии индукции образуется так называемый радиационный пояс вблизи полюсов концентрация частиц наибольшая и здесь возбуждается свечение верхних слоев атмосферы так называемое полярное сияние хорошо это аккуратно хорошо так Продолжение следует...